Всем огромный привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Меня зовут Кристина. Добро пожаловать ко мне в гости. Давно мы с вами не встречались у меня дома. И, наконец-то, я снова записываю это видео. Сегодня мы с вами разберем мои покупки. Интересные, классные, полезные. Покупок много. И все эти покупки я совершила в магазине FixPrice. Покажу не только, что купила, но и как применила эти товары у себя дома. Надеюсь, что какие-то идеи вам понравятся, и вы возьмете их для себя. Также, кроме YouTube, у меня есть канал на Яндекс.Дзене и Телеграм-канала. Ссылки на них прикреплю в описании под этим видео. Итак, давайте приступим. Что же интересного я нашла на этой неделе на полочках магазина FixPrice. И, пожалуй, по традиции я начну с самого своего любимого отдела. Это, конечно же, отдел кухня. И там появился отличный летний товар. Это кувшин. Называется Касабланка. Производитель торговой марки Паша Бахче. Он продается вот в такой красивой коробке. Сразу как вариант подарка. Я думаю, что такой кувшин будет красиво, замечательно смотреться на любой кухне. И понравится любой хозяйке. Ну, например, если бы мне такой кувшин подарили, я была бы, безусловно, рада. Вот такой красавчик находится внутри коробки. Сразу скажу, что кувшин, даже без содержимого, уже тяжелый. Он полностью выполнен из стекла. У него стеклянный не только основание, но и ручка. Посмотрите, насколько она удобная. Кстати, тоже обратите на это внимание. Все идеально сделано. У него неровный край, специально зауженный нотик, для того, чтобы содержимое удобно разливать. И содержимое не проливалось мимо стакана. Сразу хочу вам предложить замечательную идею. Так как на улице очень жарко, там за 30 градусов, ну, по крайней мере, уже у нас в городе. Предлагаю наполнить этот кувшин охлаждающим, освежающим лимонадом. Ну, по крайней мере, я так и делаю у себя дома. Лимонад готовится максимально просто и быстро. Вам понадобится вода, лимон, апельсин и немного сахара. Сахар можно регулировать по желанию, делать напиток более сладким или более освежающим. Обязательно прикреплю рецепт лимонада. Он есть на моем кулинарном канале, внизу в описании. Проходите, смотрите, готовьте. Но сразу предупреждаю, готовьте 2 или 3 порции, потому что лимонад обалденный. Сверху еще можно накидать кубики со льдом, дольки лимона, дольки апельсина и листики мяты. Будет шикарно смотреться просто за ужином, как охлаждающий напиток в течение дня или, например, на праздничном столе. Кроме лимонада сюда можно наполнить водой, освежающейся лимончиком. Можно компотом, соком, всем чем угодно. На праздничном столе это шикарная вещь. Такой кувшин я рекомендую к покупке обязательно. Кстати, стоит он 349 рублей в магазине FixPrice. Посмотрела на Wildberries, на Zon. Там цена 400 рублей, 500 рублей, в зависимости от продавца. Поэтому в FixPrice товары от торговой марки Паша Бахче покупать все еще выгодно. Новая коллекция, которая появилась также в отделе кухни, называется Loft. Достаточно красивое исполнение, красивая коллекция. Я купила несколько товаров. Вся коллекция выполнена в белом металле, либо в дереве. То есть сочетание металла с деревом, даже если есть другой материал, то это тоже будет белый цвет. Хотя нет, другие цвета все-таки есть, но основная часть этой коллекции это белые товары. Я нашла красивейшую лопатку кухонную. Вот такую. Вот эта часть деревянная у нас, вот эта силиконовая. Есть отметка о том, что можно использовать для горячего максимально 220 градусов. Поэтому котлетки на сковородке все-таки переворачивать можно. И вот точно такой же половник. Здесь тоже силиконовая поверхность сверху и деревянная ручка. Тот же самый состав. Смотрите, у этой коллекции есть один нюанс, который нужно обязательно знать. Это все классно, красиво смотрится. Все это дерево. Это нельзя мочить, вот эти части у лопатки и половника. Мойте с салфеткой и тряпкой. Вытирать нужно сразу же, потому что вот эта деревянная часть не любит воды. Вся деревянная часть из этой коллекции, доски, подносы, все это необходимо сразу же вытирать. Иначе это все от воды может испортиться. И посудомойки мыть нельзя. Вот поэтому быстренько моем, быстренько вытираем. Если вы хотите, чтобы вас такое все красиво, одинаково радовало на кухне, то пожалуйста. Приобрести можно, но имейте в виду вот такие моменты. По стоимости каждый аксессуар стоит 149 рублей, но мне кажется, это вполне хорошая цена, вполне приемлемая для такой красивой коллекции. Сделаны все аксессуары в Китае. Двигаемся дальше по коллекции Loft. Органайзер я взяла для бокалов. Вот такая металлическая конструкция. Размер 26 на 11 сантиметров. Держатель для бокалов навесной. У меня, конечно же, как у каждой семьи, есть фужеры для шампанского, для праздника. И когда я их мою, есть такой момент, когда вы моете эти фужеры, когда их ставите ножкой вниз, бокалом вверх, внутри остаются капли. И эти капли потом нужно натирать. Они не высыхают, и вот внутри вот эта вода застывает, испаряется, остаются грязные стаканы, хотя они чистые. Если мы переворачиваем вниз, то они запотевают, и также остаются какие-то следы. Здесь какой принцип действия? Вешаем за полочку этот держатель, за полку кухонную, и бокалы вешаем ножками вверх. И, соответственно, вся вода должна стекать и не скапливаться внутри. Хочу попробовать. И, кроме того, также эти бокалы можно здесь, в принципе, и хранить. Обязательно попробую, протестирую. Я думаю, я найду место у себя на полке. У меня кухонных шкафчиков достаточно много. И вот таким образом красиво буду хранить эти фужеры. Если мне понравится, я, возможно, докуплю еще одну такую полочку и развешу несколько таких стаканов. И будет у меня как на барной стойке вот такая вот красота. Стоит такой держатель 149 рублей. И второй органайзер серии Loft. Это корзинка подвесная, размер 29х14х13 см. Выполнена из углеродистой стали. И у нее в комплекте есть вот такие держатели. Вешается вот таким образом. Наоборот, вот так. И вот здесь есть двусторонний скотч. Мы снимаем этот двусторонний скотч и приклеиваем держатель к стене. Наверное, лучше к плитке. На плитке будет держаться лучше. Но прежде не забудьте обеширить поверхность. Приклеиваем и затем вешаем вот эту корзиночку. Так, где вам необходимо. Можно хранить банки со специями, с маслом, уксусом, соль, перец. Можно корзинку использовать не только на видном месте. Это можно делать, где у вас дверца под раковиной, например, да? Где мусорное ведро обычно стоит. Открываем дверцу, прикрепляем вот эту корзинку. И сверху можно поставить кубочки, тряпки, моющее средство, если оно не очень тяжелое. Вообще, вот эти вот держатели должны хорошо выдержать хороший вес. Крепление у них сильное, держит хорошо. Отличная корзинка, хорошее качество в белом цвете. Применений найти можно много. Не только на кухне, но и также, например, в ванной комнате. Ну и последний товар из отдела кухни. Это миска для смешивания. Вот такая пластиковая, объем 2 литра. Производитель Россия. Торговая марка Архимед. В фикс-прайсе всего лишь 59 рублей она стоила. Отличное качество. Матовая поверхность сверху, глянцевая внутри. Удобная миска в сезон шашлыков. Мы, например, когда делаем шашлыки, мы не только маринуем мясо, мы также шампиньоны маринуем. Кабачки. Все это делаем на мангале. Овощи и мясо – это отличное сочетание. Кроме овощей и фруктов, можно здесь взбивать тесто, оладьи, блины, пироги. Хороший объем. Мисочка прекрасная за 59 рублей. Я считаю, отличная находка из фикс-прайс. У кого-то есть дача, у кого-то ее нет. Но многим хочется, чтобы под рукой всегда была свежая зелень. В фикс-прайсе я нашла вот такие наборчики. Называется «Вырасти меня». Я купила лимонный базилик, кажется, правильно называется, и мелису. Я их вырастила. Это уже еще один горшочек. Очень круто. Все у меня выросло в течение месяца. Здесь в комплекте входит сам горшочек, семена и не земля, а такая субстанция интересная, необычная, которую нужно разбавить водой. Она увеличивается в размере, туда сажаются семена, и необходимо просто периодически поливать. И затем из этого горшочка все, что у вас выросло, можно пересадить либо на дачу, либо в горшочек побольше, и все это будет расти, расти, расти у вас дома. Просто у меня мечта вырастить мелису или мяту, чтобы это у меня было на кухне, не только летом, но и зимой. Я надеюсь, что у меня все получится. Стоит вот такие растения 55 рублей. Есть огромное количество томатов, помидоров, огурцев. Но мне больше нравится выращивать у себя на подоконнике зелень. Перейдем с вами в отдел декора. Нашла вот такие маленькие красивые цветочки. Мне кажется, называются суккуленты. Правильно я называю? Маленькие кактусы. Очень похожи на настоящие. На самом деле, это вот искусственные цветочки. Каждый стоит 99 рублей. Искусственное растение в горшочке. Высота 10 сантиметров. Состав цемент. Это вот белый горшочек. Затем ПВХ, полиэтилен, сталь. Вот такая красота. Все красиво прокрашено. Можно в ванной комнате оформить, можно в детской. В любом месте в качестве декора отлично будет смотреться. И мне кажется, хорошо, когда их несколько горшочков. За 99 рублей, кстати, отличные предложения. В Леруа Мерлен. Видела вот точно такие же. Там они стоили 150, 200, 250. В зависимости от высоты. Вот чуть больше, чуть меньше. Также нашла на полочках фикс-прайса декоративный ящик. Вот такой маленький комодик. Красивый. Мне понравился принт в виде пальмовых листьев. Мне кажется, такой летний акцент красивый. Можно оформить этот ящик на прикроватном столике. И сюда отлично поместится косметика. Ящички совсем небольшие. Покажу вам поближе. Одинаковые два ящика. Можно использовать в коридоре для ключей, для мелочей, для денег. А я в таком похожем ящике храню косметику. Сюда отлично помещаются кисти, туши, карандаш для бровей. Такое что-то плоское. Тональный крем плоский у меня тоже сюда отлично помещается. Все скрыто. В качестве косметички я использую. И еще такой же ящик я взяла. Он отлично к нему подходит. Sweet Home. Тоже с пальмовыми листьями. Здесь тоже в качестве комодика, но он немножко отличается. Он чуть пошире и, наверное, чуть повыше. Квадратные два ящика. Сюда можно тоже какие-то мелочи складывать. Карточки. Как вариант. Тоже для косметики подойдет. Можно аксессуары, серьги, кольца. Что-то такое декоративное. Не обязательно золото, бриллианты. Что-то вот такую бижутерию какую-то тоже хранить подойдет. Очень красиво смотрится. 299 рублей стоит и один. По-моему, вот это 249. Кроме вот пальмовых листьев, были еще цветы светлые. Ну, тут все в таком нейтральном оттенке. По поводу качества исполнения нужно выбирать. Есть какие-то были моменты. Самое главное, чтобы не было контакта с водой. Потому что это часть фанеры, необработанное дерево. Если будет контакт воды, я думаю, что оно поплывет. МДФ состав. Производитель Китай. Ну, если без воды, то все будет замечательно. Я решила немного порадовать свои комнатные растения. Купила удобрение универсальное. 59 рублей цена. Торговая марка Фертика. Восстанавливает ослабленное растение. Стимулирует и продлевает светение. Стимулирует активный рост зеленой массы. Одна ампула равно 30 миллилитров. 4 недели комплексного питания. Легко использовать. Отрезаем вот этот носик. Вставляем ампулу в землю с растением. И, по идее, вот эта вот жидкость должна постепенно капать туда, вовнутрь и питать растение. Но у меня несколько таких ампул почему-то пустело сразу. Возможно, это сделали мои дети. Они пробегали мимо и нажали на ампулу. Возможно, и нет. Я не знаю, изменилось что-то или нет. Я не могу сказать. Растение, ну, хорошо себя чувствует. Повлияло ли на это вот это удобрение? Нет. Если уже сталкивались, удобряли, то пишите в комментариях, как вам. И еще взяла комплексное водорастворимое универсальное удобрение. Производитель ОЖЗ. Кузнецовое. Живое земледелие. Азот, фосфор, калий плюс микроэлементы. Пакетики. Тут, наверное, надо разводить с водой. Один раз в месяц 100-200 миллилитров рабочего раствора на 1 килограмм почвы. А как я буду взвешивать, сколько у меня килограммов почвы в цитке? Наверное, буду на глаз делать. Вот. Цена тоже около 30 или около 50 рублей за пакетик. Раз у нас за окном жарко, а значит, лето равно что? Равно правильно. Комары, насекомые. Ну, в основном это комары. Экспрайс нам предлагает в этом году замечательную антимоскитную лампу с кабелем USB. Что же нам обещает производитель? Лампа эффективно борется с насекомыми. Это могут быть комары-мошки на площади до 15 квадратных метров. Внимание, при отсутствии иных источников света. То есть, лампу нужно поставить в темное помещение. И за счет того, что там работают светодиоды, комары будут туда лететь. Их будет туда засасывать воздухом. Приманивает комаров светом, затягивает потоком воздуха внутрь ловушки. Выглядит этот аксессуар вот таким образом. Симпатичный, кстати, смотрится. В комплекте идет провод. Вам нужен будет еще блок, чтобы вставить. Блок-переходник, чтобы вставить в розетку. Можно вставить в компьютер. Можно в пауэрбанк, кстати, поставить. И где угодно даже на улице использовать. Вот так это выглядит. Пластиковый корпус. Ну, кстати, вот достаточно плотный. Но нормальный пластик вот так не гнется. Здесь часть отворачивается. Вот здесь мы потом выкидываем всех скопившихся насекомых. И ставим работать дальше этот приборчик. Обязательно протестирую. Потом ставлю вам вставку, что у меня получилось. Если вы уже протестировали и пробовали, делитесь в комментариях. Но, в принципе, в магазине покупают. Я смотрю, полочки так уменьшаются, уменьшаются с товарами. 299 рублей сделано в Китае. Гарантированный срок службы от производителя – 2 года. Перейдем к бьюти-новинкам. Нашла натуральный крем-депилятор на термальной воде от торговой марки «Народные рецепты». Подходит для темных и жестких волос, для ног и рук, для всех типов кожи. Мгновенный 3 минуты эффект. Замедляет рост до 95%. Сразу скажу, я тестировала, пробовала. На руках действительно он замедляет рост. Волосы какое-то время не растут. И потом они становятся тоньше. Но вот на ногах он, да, он удаляет место станка. Но они появляются очень быстро на следующий день. Они уже появляются. Возможно, несколько раз надо использовать. И тогда волосы замедляют свой рост. Но пока такого эффекта я не заметила. Чтобы они стали тоньше или стало меньше. Как бы, ну, не совсем. 100 мл. Производитель «Фитокосметик». Вот этого флакончика хватает, если руки-ноги, наверное, раза на два хватит. Написано, что 3 минуты эффект лучше оставить на подольше. Никакого дискомфорта. Никаких ощущений типа жжения, покалываний нет. Никакого, слава богу, нет. Все хорошо. Аллергии у меня он не вызвал. Все в порядке. Есть еще другой крем. Там, по-моему, вот здесь вот для ног. А есть еще, можно, для других зон. Обратите внимание, что в магазине есть два варианта. И сейчас, если не ошибаюсь, на этот крем скидка. По карте «Фикс Прайс» там, по-моему, 10-15% на него еще и скидка. Купила маску. Кстати, этот же производитель «Фитокосметик». Я люблю «Фикс Прайс» эти масочки. Единственное, что какая-то мне попалась. Мне она так не понравилась на запах. Вот это пахнет обалденно. Сейчас. Точно это же она. О, да. Ой, как вкусно пахнет. Какой аромат, девочки. Органовая, закрепляющая цвет. Масло органа, жожоба и алоэ вера. Вот такая, для окрашенных волос. Обалденно пахнет. Вкусная очень. Органик 100% натуральные ингредиенты, как и обещает производитель. Сохраняет цвет волос, проникает в структуру, дарит невероятную мякоть, шелковистость. Очень плотная масочка. Я прям рекомендую попробовать. Вот это мне понравилось. На запах и по консистенции маска хороший объем. 155 миллилитров. Я знаю, что аромат не только вот для маски, для волос. Вообще, в принципе, для всех ароматы важны. Хотела бы поделиться подборкой своих любимых ароматов. Им я буду пользоваться этим летом. Эти ароматы достаточно универсальные, легкие, нежные. И их я могу смело рекомендовать и вам. Сразу скажу, что парфюм я уже давно не покупаю в обычных магазинах. Я заказываю их на сайте в интернет-магазине Petit Paris. Заказываю уже больше трех лет. И мои любимые ароматы есть у меня практически все. Я собрала уже почти полную коллекцию. Я их меняю каждый день. Я вообще люблю, когда ароматов много, когда есть выбор, когда вы наносите тот аромат, который подходит вам под ваше настроение. Покажу вам, как приходят ароматы. Есть несколько вариантов. Это ароматы объемом 50 миллилитров. Они приходят вот в таких упаковочках, в коробках. Отличный, кстати, подарочный вариант. И внутри находится вот такой стеклянный флакон с металлической крышкой. Затем есть маленькие ароматы объемом 30 миллилитров. Они приходят в удобном пластиковом таком флакончике, удобный формат. Мне он нравится тем, что этот флакон можно взять с собой в путешествия, в поездку, в машину. Можно положить в сумочке, не занимает много места. И за счет того, что пластиковый флакон, он не разобьется. И последний, это новинка. Объем 100 миллилитров. У меня мой любимый аромат. Сразу скажу, Pink Molecule 090. Давайте начнем с него. Это первый аромат, который я буду рекомендовать на лето. Это аромат нежности. Такое ощущение, что вы просто надеваете на себя нежное облачко. Оно вас окутывает полностью. Тут есть цветочные нотки. Они еле-еле слышны. Аромат настолько воздушный и невесомый, что как будто бы его нет. Но при этом от вас невероятно приятно пахнет. Я его обожаю. Он настолько дорого смотрится, что наверняка, нанеся этот аромат, многие будут оборачиваться, смотреть на вас и вообще прислушиваться, откуда этот аромат идет. Как обратите внимание, что у меня уже половины флакона практически нет. Я пользовалась им и зимой. И сейчас летом могу наносить спокойное вечернее время. Абсолютно никакого дискомфорта ни для меня, ни для окружающих. 090 Pink Molecule. Отличный, приятный аромат. Для начала, если сомневаетесь, можете попробовать вот в маленьком варианте. Но я уверена, что влюбятся в него практически все. Идем с вами дальше. Классика. Это Dolce & Gabbana Light Blue. Как можно, кстати, отличить ароматы? Я вам сейчас покажу. На каждом флаконе есть вот такая вот наклеечка. И тут вы можете понять, какой у вас аромат. Dolce & Gabbana Light Blue. Это классика. Чтобы вы понимали, насколько он нежный. Аромат состоит из нот яблока, кедра, колокольчика, лимона. Ноты сердца. Это роза, бамбук и жасмин. Базовые ноты. Амбра, мускус и кедр. Невероятно нежный, пленительный аромат. Он настолько утонченный. Но это аромат элегантный, статусный. Он абсолютно комфортный летом. Можно и зимой наносить. Но для лета он будет даже в жаркую погоду. Вы будете не задыхаться. Вы будете чувствовать абсолютно комфортно. Dolce & Gabbana Light Blue. Можно много не рассказывать. Потому что я знаю, что многие пользуются. Многих он есть. Кстати, флакон самого аромата оригинала совпадает с цветом моего пиджака. Много, много, много лет. И я уверена, что его будут любить еще многие-многие годы. И он не выйдет с продажи точно. Дальше это аромат, который у меня есть. Но он у меня, к сожалению, уже заканчивается. Принесла вам даже показать свой флакончик. Это Giorgio Armani. Аромат My Way. Достаточно новый аромат из этой коллекции. Наверное, год, может быть, два. У аромата яркие фруктовые ноты с пудровым шлейфом. Он достаточно энергичный. Он яркий. Он будет заметный. Может быть, не всем будет комфортно. Но этот аромат для тех, кто хочет, чтобы чувствовали аромат от девушки. Вот этот аромат My Way Armani, он именно такой. Сразу хочу сказать, что 30, по-моему, даже сейчас 30 миллилитров аромата стоит около 5000 рублей в парфюмированных магазинах. Я купила 50 миллилитров Armani, 50 Dolce & Gabbana. Еще взяла много по 30 миллилитров других ароматов. Весь заказ мне обошелся в 3000, по-моему, 3400 рублей уже вместе с доставкой. Поэтому выгода, она просто... Ее даже сопоставить нельзя. По поводу самих ароматов. Ароматы все создаются из натуральных ингредиентов, которые производятся во Франции, в городе Грасс. Все ароматы Петипаре – это улучшенные версии наших любимых с вами ароматов. Что мне еще нравится – это стойкость ароматов. Они держатся весь день. А если вы нанесете на одежду, на шарф или на пиджак, то вещи будут пахнуть очень долго. И по поводу маленьких объемов – это аромат Ангела Демон от Живанши. Ле Па Кензо – это мужской аромат. Я выбрала своему мужу. Тоже достаточно известный. Легкий, свежий, как водичка. Он так и переводится. Ле Па Кензо – вода от Кензо. И женский аромат Be Delicious. Это не совсем мой аромат. Я, скорее всего, его подарю. Но он на контрасте, чтобы вы понимали. Аромат свежести, чистоты, немножечко травы. Это зеленое яблоко Be Delicious. Дона Карен Нью-Йорк. Многие его тоже знают. Оно такое... Ну, я люблю, чтобы нотки сладости были. Либо вот для Па Кензо свежести. Но Дона Карен, у него такая есть нотка травы. Я знаю, что тоже многие такое любят. Что-то типа Элизабет Арден, может быть. Там зеленый чай. Что-то вот такое просто без дополнительных нот. Зеленое, чистое. Ключевое слово – зеленое. Я знаю, что Дона Карен тоже очень любят. И, насколько я знаю, Дона Карен Нью-Йорк еще ушел, по-моему, из России. Вот поэтому есть уникальная возможность сказать аромат. Я обязательно вам все ссылки прикреплю в описании. Рекомендую этот парфюм, так как сама им пользуюсь уже не один год. Поэтому смело можете заказывать себе и в подарок 30 мл, 50-100 мл. Такой формат, какой вам будет удобен. И еще при покупке двух ароматов третий аромат будет в подарок. Поэтому обязательно проходите, выбирайте. Порадуйте прекрасным ароматом, прекрасным настроением себя, своих близких и своих любимых. Ну, а мы с вами продолжим. Вернемся к хозяйственным покупкам. У меня сегодня их тоже достаточно много. От торговой марки Greenfield я купила поглотитель запаха холодильника. Смотрите, какая интересная вещь. Диск-контейнер. Тысячи активированных частиц. Здесь два диска. Необходимо открыть упаковку, достать диск-контейнер из упаковки. И, не вскрывая диск, положить его в дверцу холодильника. Вот такая вот интересная вещь. Стоит 59 рублей за две штуки, которые находятся внутри. Устраняет неприятный запах в холодильнике. Содержит активные гранулы свежести. Абсорбирует даже сильные запахи от рыбы, сыра, лука, чеснока и так далее. Используется как профилактическое средство. И, видимо, этот же производитель, судя по упаковке, ну да, он же. Арома-диск для хранения постельного белья, подушек, одеял, кокос и ваниль. Вот такая интересная вещь. Мне захотелось послушать аромат. Давайте посмотрим. Ммм, тоже две вот такие вот круглые штучки. А внутри как чайный пакетик находится. Такое саше. Приятно пахнет. Открыть упаковку, достать арома-диск. Не надо вскрывать, положить в ящик для белья. Комод или платяной шкаф. Не менее 0,5 квадратных метров. Слушайте, а вот этот для холодильника, он ничем не пахнет. Просто вот такой вот диск внутри. Почему-то грязный. Почему он грязный? Что там было такое? А, там внутри что-то черное. Вот это вот что-то черное, оно почему-то чуть-чуть сыпется. Вот, поэтому его особо не надо трясти. Вот, если покупали, делитесь, как вам. Делитесь в комментариях, попробуем, что это, кстати, отечественный производитель, Россия. Идем с вами дальше. Мои любимые салфетки Color Expert от торговой марки Paklan. 99 рублей в фикс прайсе. Если вы кладете в стирку, например, белые вещи, но я не кладу белые с черным, белые с красным, белые там с цветным. Может быть белая майка с рисунком, красная майка с рисунком, желтая с рисунком. И вот какая-то из этих вещей, какой-то из этих рисунков может покрасить основную часть майки, например, или другие вещи. Вот чтобы этого не было, салфеточки здесь 20 штук, защита от окрашивания, плюс пятновыводитель. Вот, ну не знаю, сколько пятновыводитель, но все-таки советую, если хотите защитить вещи, я салфетки иногда добавляю, когда у меня как что-то смешанное. 99 рублей. Антинакипин для стиральной машины. Я пока не стала пробовать. Что-то я пока хотела у вас спросить, пробовали вы это или нет. Три ампулы концентрированные по 20 миллилитров. По-моему, тоже 99 рублей стоит. Удаляет накипь, безвредно для здоровья. Убирает известковый налет, увеличивает срок службы бытовых приборов. Не хотелось бы потирать свою стиральную машину. Пожалуйста, поделитесь, если вы вот этим пользовались, безопасно это или нет. Производитель Greenfield, кстати, вот то же самое, что мы с вами диски для холодильника смотрели. Россия, Московская область. Вот, поделитесь, пожалуйста, можно. Были такие еще для чайников или утюгов. Ну и самую, пожалуй, интересную находку для уборки. Щетка щелевая, 53 сантиметра. Сверху находится вот такая тряпочка, а внизу под ней вот такая пластинка. Похожая на мухобойку. Когда муху так лупили в детстве, очень напоминает. Для того, чтобы пролазить самые щели под диваном или сверху, например, на шкаф, если вы не залазите рукой, можно вот этой щеточкой. Тряпку можно снять постирать. Кто-то, если слушаться, можно кого-то отлупить. Шучу. Конечно же, лупить мы никого не будем. Ну а так, в принципе, 59 рублей. Цена вопроса, мне кажется, отличный вариант для уборочки. Следующую новинку непременно оценят те, у кого есть дети. Дети, которые хотят играть дома, и вы не знаете, чем же их занять. Так вот, я вам подскажу. В фикс-прайсе появилась очень крутая новинка. Она называется «Конструктор из картона Животный мир». Продается вот в такой упаковке, поэтому, если вы не найдете сразу в магазине, спрашивайте у продавцов. Обычно они кладут их в самое невидное место, где-нибудь в боковинках. В общем, их не очень видно в магазине. Производительная Россия, торговая марка «Интеллектика». Эти товары есть неоднократно в фикс-прайсе. Они есть не только в фикс-прайсе, но и в других магазинах. Wildberries и Ozone, можно сравнить цену там. Сразу скажу, картонная фигурка стоит 299 рублей. И посмотрите, сколько тут есть вариаций животных. Мы выбрали акулу. Вот как раз-таки вы видите ее посередине. Вот та фигурка, которая нарисована посередине, значит, она и будет в упаковке. Ну, в принципе, подписано. Акула. И вот такой зеленый динозавр у нас. Собрали мы уже динозавра. И это просто восторг. В эту коробку помещается ребенок 5 лет, ребенок 10 лет. И к нам приходят гости. Устраиваются невероятные просто вечеринки. Игры в стиле «О боже, бежит дракон, спасайся, кто может». Это очень интересно, забавно, здорово. Даже взрослые люди пытались поместиться в эту коробку. Ну, голова действительно помещается, руки вот уже не очень. Здесь есть жираф, олень, кенгуру, медведь, лиса и единорожка. Акула и вот этот зеленый динозавр. Это очень крутая вещь. Достаточно плотный картон. По поводу сборки. Да, вам действительно нужно будет потратить на это время. Ребенок, ну, даже 10 лет с трудом один сможет собрать. Нужно помощь, конечно, взрослого. Но это того стоит. 299 рублей. Это шикарная игрушка. Купите, играйте со своим ребенком. Он будет счастлив. Просто вы не представляете. Действительно, красная, яркая коробка. Коробка с животным. Но это того стоит. Правда. Дети одевали эту коробку по очереди. Сначала один был динозавром, все убегали. Потом другой был динозавром. Потом все за этим динозавром бегали. Это классно. Можно, кстати, купить на дачу. Тоже играть с детьми. Или в садике. Классная вещь. Не знаю, сколько стоит в других магазинах. 300 рублей. Я думаю, оно того стоит. Еще одна супер находка. На самом деле, это каждый год продается в Фикс Прайсе. Игрушка гигантские мыльные пузыри. Единственный момент. В этом году эта игрушка стоит 149 рублей. Цена, да, чуть-чуть изменилась. В два раза. Вот. Но вы можете один раз купить эти гигантские мыльные пузыри. Затем либо покупать раствор. Он тоже продается в Фикс Прайсе. Такая большая бутырь стоит 99 рублей. Либо попробовать делать раствор самим. Здесь находится... Я не буду сейчас открывать. Я просто сделаю вставку, как это все работает. Вот такая палочка. Необходимо нажать на кнопку, эту палочку открыть. Раскроется конструкция. Затем, ну, нужно либо махать рукой, либо, если есть ветер, просто держать палочку. Второй вариант. Пузыри сами надуются. Либо брать палочку, с ней просто бежать, как с факелом. И в это время будут пускаться гигантские мыльные пузыри. Это очень круто, весело. Я знаю, что играют не только дети, но и взрослые. Это очень такое шоу, когда вы с ребенком делаете эти пузыри, и все вокруг такие, вау, классно. Это на самом деле не новое, уже многие это видели и знают, но тем не менее, это очень эффектно выглядит, и детям нравится. Поэтому покупайте палочку один раз, покупайте раствор для мыльных пузырей, и много-много-много играйте, запускайте мыльные пузыри. Детство, счастье, пузырики должно быть у каждого ребенка. Ну и давайте с вами перейдем к продуктовым покупкам. В фикс-прайсе я что-то покупаю вкусное, что-то даже сладкое на десерт. Я уже, наверное, показывала в прошлых видео. Это вкусняшки, вкусные и безопасные. Манго от такой марки Вьетконг, сушеная. Здесь 70 грамм, по-моему. И папайя. Здесь тоже 70 грамм, тот же самый производитель. 79 и 59 рублей. Вкусно и то, и то. Но иногда вот папайя попадается слишком сладкая, что ли. Я не знаю, как это описать. Вот иногда она бывает супер такая мягкая, а иногда бывает более плотная. Вот мне нравится второй вариант. Тут не угадаешь. Тут дети у меня любят и то, и то. Не сам, кстати, вредный десерт, поэтому обратите внимание на эти вкусняшки. Затем абсолютно летняя сладость, летняя вкусняшка. Это упаковка маршмеллоу, бибикю, барбекю. Здесь в комплекте идет 200 грамм маршмеллоу и плюс палочки деревянные. Тоже мы это покупаем уже не один год в Экспрессе. Единственное, что упаковка раньше была глянцевая, плотная. А сейчас это просто вот похоже на бумагу из-под угля. Вот. Что-то как-то с бумагой какая-то беда, видимо. Но цена не изменилась. 99 рублей. Тот же вес. Все то же самое. Может быть, пока. Но 99 рублей. Очень вкусно. Рекомендую вам, если вы идете в поход, если вы едете на дачу, в лес, будете делать шашлыки, на природу. Возьмите, угоститесь. И вам, и детям очень понравится. Это точно. Новинка. Сенсой. Фунчоза со вкусом терияки. Раньше была фунчоза со вкусом грибы шитаки. Сейчас появился вот такой вариант. Она, кстати, без глютена. Кто вот не ест глютен, хлеб, муку. Попробуем обязательно заваривать. Можно прямо вот здесь. 99 рублей сейчас стоит. Стоило 79. Ну, что мы будем обсуждать. Цены везде повысились не только в фикс-прайсе, к сожалению. И еще буду рекомендовать вам вредный напиток, который мы открыли для себя в фикс-прайсе. Это фреш-бар мохито. Вот в такой большой упаковке. Сейчас цена 79 рублей. Это очень вкусно. Это очень, знаете, на что напоминает? Если вы в KFC когда-то брали мохито, то это, мне кажется, наливают оттуда. Вот из этой бутылки. Очень вкусно. Добавляйте лед. Добавляйте лимончик. Добавляйте веточку мяты, мелисы. И у вас готова мохито. Очень обалденно. Тоже рекомендую. Если что, я вам не говорила. Потому что их очень мало в фикс-прайсе. И синежская природная вода. Удобные бутылочки. 33 рубля, кажется, она стоит. Бутылочка стала меньше, цена стала больше. 33 рубля. Негазированная вот такая синежская водичка. Кстати, вкусная. Мне больше нравится, чем святой источник. Святой источник как будто она смелая. Вот эта вот вкуснее водичка. Это все мои покупки из магазина фикс-прайс. Я благодарю, что вы провели это время со мной. Что уделили его мне. Надеюсь, что видео вам понравилось. Желаем вам отличного дня. Прекрасного настроения. Крепкого здоровья. Надеюсь, что мы с вами уже очень скоро увидимся в новом видео. Обязательно пишите комментарии, что покупали от магазина фикс-прайс. О своих удачных и неудачных покупках. Эти комментарии будет интересно читать не только мне. Но я думаю, что они будут полезны и для других. Мы с вами увидимся совсем скоро. Всем отличного дня. И пока-пока.